Приветствую всех на своем канале. Меня зовут Ивета. Сегодня я расскажу про свой опыт кератинового выпрямления волос. Волосы я выпрямляю уже в третий раз. Последний раз я делала выпрямление почти год назад, но оно было не очень удачным, потому что очень быстро смылось, а первые кудряшки появились буквально на следующий день после смывки. И поэтому я немножко разочаровалась в этом деле, но все же решила попробовать еще разок. В этот раз я решила сделать кератиновое выпрямление по старинке, то самое, которое нужно держать три дня на волосах, волосы при этом не мыть, не убирать хвостик, не закалывать. В общем, это было сложно. Это были тяжелые три дня, но я справилась и результат налицо. Будет мнение, что от кератина волосы отваливаются, портятся, теряют объем, но в моем случае это не так. Кератин действительно помогает моим волосам стать лучше. Изначально мои волосы очень пористые, немножко вьющиеся, причем вьются они у лица и сзади, а посерединке они совершенно прямые. Естественно, в таком виде ходить на улице просто стрёмно. Я проводила каждое утро в обнимку с плойками, выпрямляющими расческами и прочими приблудами. Ненавидела это дело и решила, что нужно экономить время и силы. И поэтому решила снова пойти на кератин. Сама процедура кератинового выпрямления заняла у меня, наверное, часа три. Мне помыли голову специальным шампунем, нанесли кератин, полчасика посидела, и потом все это выпрямили утюжком и отправили на три дня гулять. Первый день был нормальный, у меня были прямые волосы без объема, чистые, хорошие и блестящие. На второй день я уже начинала ненавидеть всех вокруг, потому что волосы совершенно потеряли объем и стали немножко жирноватыми у корней. На третий день я уже стала считать минуты до того момента, когда можно будет сходить в душ и наконец-то помыть голову. Когда я попала в душ первый раз, я нанесла шампунь три или четыре раза, потому что мне казалось, что у меня настолько грязная голова, что просто за один или два раза я все это не вымою. В идеале кератиновое выпрямление держится на мне почти полгода, и в это время я укладываю волосы только феном, то есть просто сушу и все. О, магия! Сегодня я хочу вам подробно рассказать о том, как я мою голову, как сушу голову, поэтому смотрим видео дальше, впереди самое интересное. Итак, я помыла голову, мыла вот этим шампунем от Giovanni с iHerb. Шампунь очень классный, даже пенится, без сульфатов. Заказываю на сайте iHerb, ссылка обязательно будет под видео. Во время мытья на кончике я нанесла вот эту вот маску от Garnier Fructis. После мытья я немножко промокнула волосы полотенцем и нанесла вот такую пшикулку от Glisskur, восстановление волос. Я сушу голову феном в 100% случаев, потому что у меня нет свободного времени, чтобы волосы сохли сами, даже моя короткая длина сохнет часа три. И сушить я буду своим старым раздолбанным феном, которому уже лет 10. Я, наверное, никогда не куплю новый, но я все равно его очень люблю. Буду стараться сушить волосы по росту волос, а также буду сушить волосы вниз головой для того, чтобы придать объем корней, потому что после кератинового вытрямления объем немножко пропадает, а мне это не нравится. Поехали! Сушить волосы дела у меня всего 3 минуты, хотя без кератина я сушу волосы минут 7-8, так что это тоже экономия времени. Как видно, волосы сохранили прикорневой объем, они очень гладкие, шелковистые, послушные. Единственное, что у меня убиты кончики из-за того, что я выходила из темного цвета в светлые, волосы немножко посыпались, но тем не менее даже они стали лучше после кератинового выпрямления. Единственное, что может помочь моим кончикам, это ножницы, но я пока не готова ходить совсем уж с коре, поэтому немножко отращу длину и подрежем. Во время сушки феном я помогала своим волосам расческой для того, чтобы как раз-таки придать вот здесь вот больше объема. Ну, в принципе, можно обходиться и без нее, и просто высушить волосы без расчески. Ваши волосы в любом случае будут прямые благодаря кератину. Не забывайте о том, что голову можно мыть только шампунем без сульфатов, потому что сульфат и ведь этот кератин вымывает, а благодаря бессульфатному шампуне результат на ваших волосах сохранится гораздо дольше. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если да, то ставим пальцы вверх, подписываемся на мой канал, инстаграм, вконтакте и по жизни. Всех вас люблю, ждите новое видео, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok